это край декабристов и сильных край суровых зим и короткого лета петровск забайкальский среди таежных лесов и бурных рек в глубинке живут люди после разговора с некоторыми из них мне пришла мысль что они как я многих подобных им просто забыли поиграли и бросили на произвол судьбы сломав все оставив им руины нет есть и нормальные люди в основном где работали люди в основном работали на металлургическом заводе был потому что мартен работал прокат работал копровый механический железнодорожника в заводе в оконцовке сейчас происходит безработица люди выходят собирают металлом кто как можно что так выживает поэтому мне это неприятная вещь то такая а что случилось заводом а завод приехали как-то 10 лет назад в москвы вроде бы сперва как будто восстанавливать говорили но в оконцовке восстановили наш завод огромные видите сами восстановление что с ним произошло кто металл кто медь начал обрывать сдавать и осталось наш завод бесхозным стоять никому теперь он не нужен реконавирус зарплаты чем мы можем кучу построить и чел вот получаем и ага у нас мрот 18 тысяч тела можем построить и можно купить у нас такая зарплата вот так можно прожить на 18 у нас как бы лес это и уже его и не осталось одни жилье весь хороший лес вывезли по везут очень много везут составом днем и ночью везут у нас есть только вот хорошо прекрасно видно как они идут и кедр и сосна и лиственница и доски везут и кругляк везут вообще вот ребята здесь ужас лет это все другие говорили что закрыли а где закрыли то нет нет градообразующего предприятия в городе у нас наш город стал не город а настоящий помойка скажите чем живут люди теперь а ничем раньше леса теперь и леса нету теперь сколько возможно так я живу на зарплату отрабатывала на на заводе заработал горячий стаж в горячем цехе пошел на пенсию пенсия 9 с половиной тысяч у вас вырубают ли тут ни для кого не секрет много сейчас пусть ничего же не осталось какая выгода местному населению от этого есть ли что-то что вы на себе ощущаете замечать что-то улучшается там ухудшается то есть скажите пожалуйста об этом наоборот у нас все ухудшается леса как как бы вы купили предприниматели для заготовки древесины и чтобы нам даже а тоже ягодку сходить в лес нам нам нужно выписать в лесхозе билет зачем такой билет подождите на ягоду билет на ягоду в лес в лесхозе да зачем чтобы мы могли пойти при причем пойти заплатить за ягодку а потом и кибли и то же самое с грибами и и так дальше чтобы нам теперь заехать в лес за дровишками допустим то же самое мы выписываем билет и везем туда лесника отводим деляну пили дрова убираем привозим лесника он смотрит все ли мы сделали правильно потом нам на леса билете дает разрешение на вывоз кудров но так как у нас большие зал затраты на на бензин бит бензин дорогой и в результате все все наше население вот которые мы стопимся вот мы топимся карбулен покупаем откуда он здесь покупаем у тех же лесозаготовителей которые вы купили лес которые пилят его валят рубят пилит хорошую древесину отправляется на китай а нам вот вот это вот остается от нашего природного богатства ну как а кто дает такое разрешение кто выдает это власти выдают разрешение на распил и вам в принципе вот это что достается то есть но вы вынуждены это покупать то есть вам ведь положено порубочный билет насколько я понимаю раз какое-то там время и работает эта программа программа работает но но не для всех допустим вот если взять марину чтобы ей взятие порубочный билет у нее нету своего автотранспорта автотранспорта чтобы свозить лесника отвезти деляну заплатить за билет нанять пильщиков нанятие вальщиков из из пилите порубите и привезти домой выгоднее горбу взять горбы 9 билета они у нас они не действует и не выгодны вы то свалите отсюда поживете карман набили да и мы тонете мне а нам то здесь жить нам то здесь дыхать для чего они ломятся вот в эти власти от как только начинаешь спрашивать они отвечают как так вот в администрации денег нету а а а а а а а руководство города администрация зимой дороги у нас очень хорошие почему хороший потому что большой если снег выпадет ямки все заглаживать едешь действительно как не знаю по какому асфальту как будто по москве едешь но когда приходит весна конечно это же целая проблема ходовки хватает два где-то раза в год и и ну делаешь ходовку и вот недавно ямки почистили как говорится пыль в глаза людям пустили все ямки стали глубокие сегодня первый день только начали как бы там небольшой участок пролаживать дорогу это насколько я помню за 10 лет первый раз снимает полностью асфальт а так в основном делали такую ямочную работу сегодня ее положили завтра асфальт вылетает идут колонна военных автомобилей везут танки вездеходы а представьте машин 50 проходит вот как-то я стоял считал 50 машин дождик идет они едут не знают где ямки пролетают и асфальт весь выбивается хотя раньше где-то какие-то стояли знаки грузовое движение запрещено сейчас у нас по всему городу хоть где проедь нигде нету грузовое движение запрещено нигде хоть куда можно заехать а а а а это а а а а и Продолжение следует...